Девушки отдыхают Кровь Блуминга мне не помогла Не помогла? Почему ты так решил? Невыносимая боль – вполне понятный признак Невыносимая боль? Странно Должно было сработать, Эрик Знаю, что не помогло, но должно было сработать Но есть другой способ Даже если он мне не по душе Поговори с Томом, он расскажет всё, что знает о Владе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Привет, Эрик! Рада тебя видеть! Тебе я помочь в чём-нибудь? Налей мне выпить Конечно, вот то, что тебе нужно Привет, старик! У тебя получилось! Чёрт, да ты крут! Меня прислала Роза Блуминг не сработал Блуминг не... Вот так номер Знаешь, что это означает? По идее, кровь Блуминга должна была сделать своё дело Но, дружище, дело в тебе! Наверняка потому, что иначе ты бы не выжил Всё равно, чтобы ты выпил кровь Эйприл Не круто Хотя для тебя, конечно, это может и неплохо Это значит, что ты очень силён Я знаю, почему Роза прислала тебя ко мне В городе есть и другие вампиры, которые могли бы тебе помочь Но, полагаю, Роза имела в виду одного конкретного парня Его зовут Влад Настоящее имя этого ублюдка, конечно, не Влад Но его тянет к дешёвым эффектам Как Влад-колосожатель, сечёшь В общем, Влад хозяин компании Геофорж Ты, наверное, слышал о таком? У них в городе здоровенный небоскрёб с искусственными садами Открытыми для посещения Влад живёт в пентхаусе на верхнем этаже здания Влад, значит Хорошо, поищу его там Гляди в оба и наточи клыки Влад не блуминг, и прихвостни у него покрепче Я принёс твои книги Круто, спасибо Если найду что-нибудь интересное, дам тебе знать Мне иногда являются странные видения ангела Что это может быть? Ангел? Не спрашивай, я без понятия Но пока ты не станешь настоящим вампиром, могут быть глюки Или это твоё подсознание пытается что-то сказать Или у тебя режется новая вампирская способность В музее я видел странные вещи Призраки тоже существуют Я бы не назвал это призраком Известно, что мы вампиры можем создавать или привлекать своего рода паранормальные явления Тут ничего не поделать, они просто существуют Может, эта мать природы нам говорит Эй, что вы за дерьмо такое? Что ты помнишь о Владе? Ха, он сноб И этим всё сказано Да, он, конечно, управляет крупной компанией Он старый сильный вампир, но... Ха, впрочем, ладно Тебе лучше поговорить с Эйприл Кажется, она там работала, когда ещё была человеком Увидимся Ага, до встречи, старик Привет, Эрик Чем могу помочь? Расскажи мне о Геофордж Геофордж? Это ты по адресу Я когда-то работала у них в отделе маркетинга Так, на верхних этажах у них искусственные сады для посетителей Выбор огромный Леса, пляжи, лабиринты и всё такое прочее Эти штуки занимают много места Под ними располагаются административные помещения Посетителей туда не пускают Да и, по правде сказать, ничего интересного там нет В общем, насколько я помню, у них хорошая система безопасности И охрана тоже неплохая Большинство из бывших военных И ещё поговаривают, что хозяин фирмы вампир И довольно сильный Но это всё, что мне о нём известно Я его никогда не встречала Так ты собираешься в Геофордж? Возможно Слушай, если будешь там, не заглянешь в их базу данных Хорошо бы удалить мое личное дело Только не спрашивай, почему, но мне бы хотелось, чтобы они обо мне забыть Налей мне выпить Конечно, вот то, что тебе нужно Эрик Расскажи мне о Геофордж Спроси у сестры, она там когда-то работала Как дела? Нормально, но я занята Не видишь, я работаю? Увидимся позже Ага, как скажешь Геофордж Эй, приятель, неплохо выглядишь Чем могу помочь? Давай найдём местечко потише Конечно, милый Это было весело Не забывай меня, малыш Ну как, ты поговорил с Томом? Да, поговорил Значит, Влад Ну да, боюсь, это единственный твой шанс Что мне нужно знать о Геофордж? Корпорация владеет огромным небоскрёбом в центре города С искусственными садами на нескольких этажах Тут везде, куда ни плюнь, попадёшь в рекламу Геофордж Но думаю, тебе интереснее будет узнать Что охрана вооружена в основном автоматическим оружием Так что лёгкой прогулки не предвидится Расскажи мне о Владе Это старый и очень сильный вампир Его компания зарабатывает миллиарды Ещё он слегка страдает паранойей Поэтому вокруг куча охраны В довершении всего кто-то упоминал, что он любит охоту Но у меня пока не было возможности это проверить Ладно, я этим займусь Отлично, Эрик, я снова буду на связи Удачи! Я отправился к небоскрёбу Геофордж Здесь посетителям весь день предлагали всевозможные развлечения На этажах, обустроенных под парки Я пришёл сюда за кровью Роза рассказывала мне о Владе Он не только владел этим небоскрёбом, но и жил здесь Его пентхаус был на самом верху Удивительно, кем я теперь стал Зверем, убивающим ради выживания Рыщущим в поисках крови Но твари в музее давали понять, что иного пути нет Рассеянный охранник открыл мне дорогу Увы, поблагодарить я его не смог Охранник повалился на пол Едва ли он будет единственной жертвой Но выбора у меня не было Мне нужна была кровь Влада Роза, я вошёл Хорошо По возможности постарайся не привлекать внимание Пока не нейтрализуешь центр службы безопасности Не забудь передатчик, который я тебе дала Выйдешь на связь, когда будешь там Понял, до связи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ах, ненавижу эту работу Здесь никогда ничего не происходит И что? Это же хорошо А мне так лучше ровно Славится, чем все время уворачиваться от пуль Тряпка Хорошая драка, это же здорово Хотя, по правде сказать Здесь никогда ничего не произойдет Этот небоскреб Настоящая крепость Верно Интересно, зачем нам здесь столько охраны? В смысле, здесь же ничего ценного нет Знаешь, я тут на прошлой неделе Говорил с Наташей из бухгалтерии Она говорит, что большой босс Хочет нанять еще больше людей Такое чувство, что у него паранойя Он просто заперся В своем пентхаусе наверху И поговаривают Что выходит он только по ночам Эй, а он сейчас А мне вампир? Хе-хе-хе, ага, конечно, вампир Очень смешно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Почему я... Эй, деньги верни! Хе-хе, наверняка кто-нибудь... Давай же, выдай мне лимонад Здесь кто-то нет Эй, наверняка кто-нибудь опять воскнул кабель Не в тот разъем... Эй, наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель Не в тот разъем Почему это хреновина не работает? Почему это хреновина не работает? Как всегда ни одного техника, когда они нужны Хе-хе-хе, наверняка не нужны... Эй, наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель не в тот разъем Там кто-то есть! Почему это хреновина не работает? Хе, ничего... Эй, наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель не в тот разъем И как всегда ни одного техника, когда они нужны Хе-хе, наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель не в тот разъем Эй, ах! И как всегда ни одного техника, когда они нужны Хе-хе, наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель не в тот разъем Здесь что-то не так Хе-хе, наверняка... Кабель не в тот разъем И как всегда ни одного техника, когда они нужны Наверняка кто-нибудь опять воткнул кабель не в тот разъём Роза, я в центре службы безопасности Передатчик на сервере Хорошо, подожди Так, есть контакт Да будет свет Погашен Давай, система безопасности отключена, но я не могу заглушить их каналы связи Это значит, что охранники, находящиеся рядом, могут переговариваться Зато теперь есть доступ к листу, направляйся туда Сердце колотилось так, что казалось, будто оно сейчас лопнет Боль стала невыносимой, и я рухнул на колени Тьма подкрадывалась, чтобы схватить меня Эрик, успокойся Всё хорошо, Эрик Снова меня спас чарующий голос ангела Он избавил меня от боли Я снова чувствовал себя хорошо Вопрос в том, надолго ли Эй, есть тут кто? Меня кто-нибудь слышит? Чёртова рация сдохла Наверное, опять эти идиоты в центре сервер пивом залили Ох, доберусь я до вас Ох, доберусь я до вас Ох, доберусь я до вас Эрик, я не могу поднять тебя на самый верх У лифта отдельная система безопасности, в которую мне отсюда не войти То, что я и ожидал услышать Не волнуйся, до кабинетов я тебя подниму Там есть внутренняя лестница, ведущая наверх Только будь осторожен Там наверняка ещё осталась охрана Не беспокойся Не думаю, что они поняли с кем или с чем имеют дело Ох, доберусь я до вас Ох, доберусь я до вас На место происшествия прибыли пожарные и полиция Но они до сих пор ожидают сапёров По-видимому, считается, что за взрывами стоят экстремисты В музее Хардинга скоро должна была состояться скандально известная выставка человеческих тел С использованием настоящих трупов Против открытия выставки протестовало несколько религиозных групп Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио Компания Геофордж Стремится каждый день делать мир чёточку лучше Наши солнечные и ветряные электростанции по всему миру гарантируют, что нашим детям достанется чистая и здоровая окружающая среда Геофордж во имя природы, во имя будущего Компания Геофордж стремится каждый день делать мир чёточку лучше Наши солнечные и ветряные электростанции по всему миру гарантируют, что нашим детям достанется чистая и здоровая окружающая среда Роза? Дверь закрыта, дальше мне не пройти Ай, прости, Эрик Отсюда я не смогу тебе с этим помочь Осмотри кабинет Возможно, найдёшь ключ-карту или что-нибудь в этом роде Спасибо, что открыл дверь, приятель Получите незабываемые впечатления В наших парках каждый найдёт для себя что-нибудь Хотите расслабиться, неторопливо пробежавшись по лесу Или предпочитаете спокойный день в тропиках? Это очень просто Наши небесные сады готовы выполнить любое ваше желание Проведите отпуск прямо в городе Мы всегда готовы помочь вам расслабиться Компания Геофордж желает вам хорошего настроения В наших парках каждый найдёт для себя что-нибудь интересное Хотите расслабиться? Хотите расслабиться? Присядьте Расслабьтесь и забудьте о повседневных проблемах Любуйтесь окружающей вас природой Выбросьте всё из головы и наслаждайтесь спокойствием Окунитесь в океан блаженной тишины Слушайте шум моря, пение птиц Всё хорошо Просто расслабьтесь и скользите взглядом по прекрасной зелени, окружающей вас Компания Геофордж стремится каждый день Получите незабываемые впечатления в небесных садах компания Геофордж Отдыхайте и расслабляйтесь на лоне природы, не покидая города Проведите перерыв в нашем парке, чтобы набраться сил перед совещанием Или посетите наш парк в выходные вместе с семьёй Разгадайте вместе с детьми загадки таинственных храмов Или попробуйте преодолеть один из многочисленных лабиринтов Компания Геофордж желает вам хорошего настроения Что с этой чёртовой рацией? Я уже договорил, сам не знаю Эй, ты меня вообще когда-нибудь слушаешь? Да-да, конечно, уже Эй, погоди! Кто ещё? Я хочу... Компания Геофордж стремится каждый день Дать неё чёточку лучше Наши солнечные и длинные электростанции В семью гарантируют, что нашим детям Достанется чистая и здоровая окружающая среда Геофордж во имя природы, во имя будущего Ладно, пошли Какого чёрта? Спасибо, что открыл дверь, приятель Спасибо, что открыл дверь, приятель Что с этой чёртовой рацией? Я уже говорил, сам не знаю В наших парках каждый найдёт себе что-нибудь интересное Хотите расслабиться? Проведите отпуск прямо в городе Мы всегда готовы помочь вам расслабиться Проведите отпуск Проведите отпуск Проведите отпуск Продолжение следует... 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 Продолжение следует...